А больше всего заинтересован в том, чтобы мы не стремились к этой независимости, у нас Кадыров. Он более остальных заинтересован, потому что без России он все, никто. Его нет просто. Поэтому он, конечно же, пытается неумело, так неуклюже, глупо, пытается нас убедить в том, что мы без России не сможем. А кто будет нам платить пенсии, эти пособия, сто с чем-то рублей, кто нам будет платить? Мы же умрем с голоду без России. Тумсо, многие каналы выставляют Кадырова самостоятельной личностью, которого боится Кремль. Твое мнение по этому вопросу, неужели Кремль боится Кадырова, отчего и не пресекает его преступления? У меня в телеграм-канале опубликована вырезка из эфира настоящего времени, и там бывший полковник ФСБ, по-моему, в отставке, Геннадий Гудков, кажется, его зовут. Усатый такой мужик. Он как раз отвечает на твой вопрос. Посмотри, пожалуйста, перейди по ссылке на мой телеграм-канал, посмотри это видео. Я впервые вообще вижу мнение эксперта, с которым бы я вот прям с каждой буквой был бы согласен. Он прям взял и вот все, что я думаю, взял и выразил это. Посмотрите этот момент. Он очень-очень грамотно описывает взаимоотношения Путина с Кадыровым. Почему вообще то, что сейчас происходит в Чечне, почему это происходит, по чьей воле это происходит. Он очень грамотно объясняет, что Кадыров никогда не был и не может быть самостоятельной фигурой. Что все то, что делает Кадыров, это можно пресечь просто в один щелчок, когда Путин захочет. Просто достаточно перестать платить. И все, Кадырову нечего делать без денег, он не сможет это все содержать. У него нет денег на то, чтобы содержать весь этот беспредел. Этот беспредел существует на деньги Кремля. Поэтому он очень грамотно отвечает. Он говорит, просто если бы захотелось это остановить, то просто взяли бы и прекратили бы ему платить. Все, Кадырова больше нет. Поэтому, конечно, Кадыров не является. Да и как может быть независимой фигурой человек, финансируемый Кремлем? Как он может быть независимым? Я понимаю, если бы у него были бы свои финансы, он мог бы сам себя обеспечить. Вот всю эту свою преступную армию. Но у него ведь нет этих финансов. А человек без финансов, который зависит от чего-то финансирования, он не может быть независимым. Он не может быть самостоятельной фигурой. Согласен, Гутков прям в точку разложил положение пехотинцев. Обычно либералы РФ несут какую-то наивную и сказочную чушь, когда рассуждают на эту тему. Да, я тоже, я же говорю, впервые я вообще слышу такое адекватное, здравое мнение по поводу Кадырова. Потому что в основном всегда звучат какие-то странные вещи, что он там что-то, Россия платит дань, за то. Вообще какая-то чушь. Кстати, Кадыров в этом своем эфире, где он говорил про бюджет, что там Чечня у нас не выдержит, значит, свобода нам не нужна, у нас нет денег, говорил Кадыров. И он там сказал, что типа вот нет у нас нефти, он говорит. Я ищу инвесторов, не могу найти инвесторов, чтобы они у нас построили перерабатывающий завод. Во-первых, Кадыров, у нас нефть есть, и эту нефть у нас добывает Роснефть. И об этом знают жители республики. Для кого была адресована эта ложь, я вот это не пойму. У нас что, когда мы едем, допустим, в Шали, рядом, или по Бакинке, допустим, едем, проезжаем Белгород, не доезжая до этого перекрестка Мисквирюртовского, с правой стороны у нас стоят наливные эти базы Роснефтьевские. Откуда туда наливается нефть? Откуда она качается, если ее нет у нас в Чечне? Что у нас вообще в Чечне делает Роснефть, если у нас нет нефти? Для чего у нас создана компания «Грознефтегаз» в акционерах, которой находишься, и ты тоже в том числе? Что же вы тогда там обслуживаете? На чем вы делаете деньги? Вся эта компания «Грознефтегаз» была создана только лишь для того, чтобы обслуживать всю инфраструктуру Роснефти. Что каждый день эшелонами у нас из червленой узловой отправляется в Россию, если у нас нет нефти? Вот эти вот сказки, которые вам рассказывает Кадыров, про то, что нет нефти и так далее, это все делается только лишь для того, чтобы мы даже мысли не допускали о том, что мы должны быть свободны. Чтобы мы думали, что нет, мы умрем с голоду. Нет, на самом деле не умрем. Кадыров говорит, что он не может найти инвесторов для того, чтобы у нас нефтедобывающую отрасль восстановить, построить нефтеперерабатывающий завод, поставить нефтекачки и так далее. Кадыров, дай возможность нам найти этих инвесторов. Прямо 6 секунд. Просто мне буквально нужно было бы несколько недель, чтобы самые продвинутые компании в этом мире пришли на наш рынок добывать нефть. Бритиш Петролиум, Шелл, причем далеко не российские. Почему они сегодня у нас не добывают нефть? Потому что им не разрешают. Потому что добыча нефти в республике это абсолютно монополизированная отрасль, которая отдана Роснефти. Никто, кроме Роснефти, у нас не может добывать нефть. Ни одна другая российская компания. Потому что добыча нефти это у нас вопрос не экономический в России, это вопрос чисто политический. Нефть и газ это чисто политический вопрос. Там нет никакой здоровой конкуренции, там нет того, чтобы они каких-то тендеров выигрывали и так далее. Нет, там решается в Кремле, где кто будет добывать, кто там будет работать. И причем в этих компаниях, обратите внимание, они государственные, эти компании, Роснефть, Газпром и так далее. Везде там у руля сидят друзья Путина, которые являются такими полноценными чиновниками российской власти. Не слушайте, короче, эту чушь. Кадыров боится того, чтобы мы, чтобы вот эти мысли, они у нас проговаривали, чтобы мы понимали, что мы можем жить без России, что без России мы будем жить гораздо лучше, что наша экономика, она действительно станет экономикой, что мы станем продвинутой страной, развивающейся страной. Он не хочет, чтобы мы это знали, чтобы мы об этом думали. Россия не хочет, чтобы мы это знали и об этом думали. Россия поэтому не дает нам экономически быть, стать экономически независимыми. Для России выгодно, чтобы мы были постоянно дотационным регионом, у них на подсосе сидели. Потому что иначе мы с вами поймем, что без нее нам будет лучше, что без нее мы будем жить более процветающе. А знание, это знание приведет нас к тому, чтобы мы стали к этому стремиться, чтобы мы требовали отделения, сепаратистские настроения у нас начнут расти. И чтобы этого не было, Россия будет всячески нас убеждать в том, что мы нет, мы не можем быть одни. А больше всего заинтересован в том, чтобы мы не стремились к этой независимости, у нас Кадыров. Он более остальных заинтересован, потому что без России он все, никто. Его нет просто. Поэтому он, конечно же, пытается неумело, так неуклюже, глупо, пытается нас убедить в том, что мы без России не сможем. А кто будет нам платить пенсии? Эти пособия из-за чем-то рублей, кто нам будет платить? Мы же умрем с голоду без России. Субтитры создавал DimaTorzok